Привет, дорогие сплетники! Добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Антон Эс. У нас сегодня жирнейшие сплетни, просто горячие новости. Ребята, я принес все доказательства. Поговорим про Аллу Борисовну Пугачеву, насколько безопасно ее сейчас поздравлять с днем рождения. Поговорим про Никиту Калагриеву, милые мои. Мать в Украине, отец воюет в рядах ВСУ, а сам он выражает любовь и поддержку Путину. Поговорим про то, как Нальерчик подал муж в суд и требует 1,2 миллиарда рублей неустойки. Ну и, конечно, поговорим про самое жирное, самое горячее закрытие клиник доктора Хайдарова. Февраль, когда мужик отдал богу душу в его клинике, и вот только сейчас стрепенулись. Короче, дорогие мои дамы, господа сплетники, схватили свои горячие кофельники Биолетти, наполненные кофе. Нам будет что сегодня обсудить. Кстати, дорогие мои сплетники, настолько, что прошел удачный розыгрыш 6 стаканов от Сон Лоран. Кто не знает, я сейчас переехал, и в моей новой квартире моя мама купила мне подарки. Мне мама всегда любит мою квартиру, тоже обставляет. Если вы думаете, что моя вот эта куча игрушек и куча вещей, это лично мой вкус. У меня мама точно такая же. Я сыночка своей мамочки, поэтому мне мама купила восхитительные венецианские вазы от Сиракс. Шикарная. Это вот классика Венеции, классика венецианской вот этой вот техники. Абсолютно роскошные вазы мне мама купила, чтобы украсть мою квартиру. И я подумал, что натолкнуло меня на мысли. Кто не знает, есть такая замечательная фирма, которая называется Биолетти. И ребята из Биолетти, именно они придумали вот эту вот восхитительную итальянскую классику. Это гейзерные кофеварки, то есть вы в нижнюю часть заливаете воду. Правильно, туда же закладываете кофе, там специальное такое отделение есть. И ставите на плиту, и у вас всегда, каждый раз получается шикарнейшее эспрессо. Настоящие итальянские эспрессо. И Dolce & Gabbana в начале этого года, или даже раньше, они сделали шикарную коллаборацию с Биолетти. Восхитительные кофеварки Биолетти. И в этот раз от Dolce & Gabbana с восхитительным венецианским принтом. Шикарная вещь, это просто интерьерная вещь. Конечно, это очень практичная кофеварка, которая будет служить вам, еще вашим детям и внукам. Но это восхитительные кофеварки от Биолетти для Dolce & Gabbana. Шикарнейшие абсолютно кофеварки. В восхитительных подарочных коробках. Шикарная вещь. И я подумал, дорогие мои, дамы и господа, почему бы не устроить очередной розыгрыш. Маленького, но тяжеленького люксика. И у нас здесь с вами 4 кофеварки. Одна из них большая, 3 маленьких. И, конечно, подарочный набор кофеварка. 2 золотые ложечки и 2 стаканчика. Все это Биолетти для Dolce & Gabbana. Вы только посмотрите, какая роскошь. Какая венецианская роскошь. И вот сейчас у нас, милые мои, розыгрыш. Розыгрыш на этом канале. Ровно через 10 дней. Значит, с 26 числа каждый день мы будем разыгрывать среди наших подписчиков. Восхитительную одну кофеварочку от Биолетти для Dolce & Gabbana. Все, что нужно, это минимум, ребят. Это быть подписан на этот канал. Если вы уже подписаны на этот канал, вы, значит, уже в розыгрыше находитесь. И все, что нужно, чтобы я смог вас выбрать, это, конечно, оставить комментарий. Любой комментарий, но лучше комментарий, там, не знаю, комментарий по теме. И, конечно, закончить комментарий в вашей соцсети, благодаря которой я мог бы с вами связаться. Но так как розыгрыш сейчас идет слишком крутой, ну, правда, ой, суперкрутой. Розыгрыш одно маленькое условие, которое вам ничего не будет стоить. Это также подписаться на мой влоговый канал. Я реально очень хочу, сейчас я очень много работаю над ювелиркой. И мой влоговый канал, там 70 тысяч подписчиков, он тоже растет. И там раз в неделю, каждую пятницу выкладываю влоги о своей жизни, о своих успехах в ювелирном бизнесе. Я обязательно буду оставлять каждый день в описании к каждому моему ролику ссылочку на мой влоговый канал. Все, что нужно, значит, чтобы участвовать в этом розыгрыше, это быть подписанным на канал Сплетен и подписаться на мой влоговый канал. И ровно с 26 числа мы начнем розыгрыш шикарных кофеварок Биолетти для Dolce & Gabbana. Ребят, это роскошь везде по миру. Я отправлю, где бы вы ни находились, все, что нужно, это подписаться на два моих канала. Если вы уже подписаны, значит, вы уже в розыгрыше и на мой влоговый канал. Все, ссылочка на влоговый канал в закрепленных комментариях. Ровно через неделю, где бы вы ни находились, я разыграю и отправлю вам. Моя такая форма благодарности моему любимому комьюнити за поддержку. Ребят, подписывайтесь здесь и на мой влоговый канал. И с 26 числа буду разыгрывать шикарные кофейники Биолетти для Dolce & Gabbana. Не пожалеете. В Москве, милые мои, приостановили работу клиник Тимура Хайдарова. Начались обыски. Все это идет в свете абсолютно кошмарнейшей ситуации. Из-за ухода из этой жизни Петра Гаврилова, 36 лет, известный продюсер в Москве. Он пошел к доктору Хайдарову еще в феврале, дорогие мои. После процедуры резекции желудка его выписали. Дома мужчине стало плохо. В клинике ему провели повторную операцию. Я это просто напоминаю, эту самую ситуацию. Настояние Петра Гаврилова ухудшалось. Впал в кому, отдал Богу душу. Значит, причина. Возбудили уголовное дело. Оказание услуг, не отвечающих требованию безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших их. Конец. И вот, ребят, в феврале произошел инцидент. В феврале. Сейчас у нас, милые мои, 16 апреля. С февраля этого года, по апрель, он продолжал Хайдаров зарабатывать. Он продолжал принимать пациентов. И это дело пытались изо всех сил замять. Те его подписчики... Та же Гуара Витисян, которая ходит с своими гнилыми руками. Гнилыми руками. Это как следствие процедуры доктора Хайдарова. Она высказала свое огромное сожаление, потому что Петр Гаврилов, ее близкий друг, ушел из этой жизни. И тем не менее, ни слова, ни полслова в сторону клиник Хайдарова не. Ну а как же, там сколько доктор отщелкнул? Отслюнявил. Машину ей отслюнявил, да? Там серьезная премиальная тачка была, чтобы только Гуара Витисян, которая реально пострадавшая, ребят. Она реально пострадавшая. И вот с февраля, только сейчас, только вчера закрыли клиники Хайдарова. Проводятся проверки. Ну что? Что это такое? То есть человек отдал Богу душу, и вы только сейчас расшатались, вы только сейчас схватились за голову, только сейчас прикрыли эту шарашкину контуру. Что вообще не так со следственным комитетом, с этим здраво, как там хран по хран на гром, как он у вас там называется? Когда проверяют медицинские учреждения. Только сейчас похватились. Только сейчас как-то схватили за ситуацию, потому что ситуация вышла из-под контроля. Мужик отдал Богу душу, и вот к 15 апреля они раскачались. Восхитительная информация. Следственный комитет опечатал кабинеты руководства и операционные. Также сотрудники СК пришли с обысками по месту жительства фактического руководства клиники, генерального исполнителя директора, главного врача, хирурга, ассистента, врача-анестезиолога. Обыски были также проведены в помещении клиники ООО IQ Пласти. Как следует из пресс-релиза следственного комитета, следователи изъяли документацию и провели очные ставки с фигурантами уголовного дела. Как уже заявили антисанитария, просроченные медикаменты. Вот в этом видео, милые мои, по этой ссылочке, можете пройти посмотреть, практически полгода назад. Мы вам говорили, информация из первых рук от операционной сестры, ее голосовые. Она говорит, там вообще трэш был. Там был трэш. Там чуть ли без перчаток не оперировали. Это все, знаете, вот ты даешь инфобомбу размера вселенского. Это никто не видит. Нет, нет, я знаю, меня постоянно, как его Норкин из НТВ цитирует. Меня же ставят на этих федеральных каналах. То есть это показатели чего? Про меня знают, мои видео смотрят, а их берут на цитаты, на федеральных каналах этих жутких пропагандистских шоу. Меня используют, мои нарезки из моего канала. То есть о чем говорю? Меня слышат, меня смотрят. Информацию, которую я даю, ее абзорбируют. И ноль реакций. 15 апреля, в феврале, мужик отдал богу душу, в феврале, сейчас начали проверять. Вот сейчас проверки, сейчас только арестовали, даже никого не арестовали. Сейчас только изъяли документы, опечатали дверки. Да дайте, купите уже ему билет в Дубай, чтобы успел свалить и чтобы все взятки были гладкие. Я в шоке от подобного наплевательского отношения к гражданам вашей страны, которые отдают богу душу. А этот мясник, мясник Хайдаров. Ну что, до сих пор оперировал, до сих пор принимали там клиентов, до сих пор все это кривлялись в ТикТоке. Ну а как? Как же, ну нужно же, да, такой хайп невиданной красоты. Мужик отдал богу душу, нужно же на этом похайпить, нужно еще 300 человек записать. Ребят, сколько у него там? У него там на 2 года вперед было записано. Вы кто, люди? Вы кто? Кто-то записывается к доктору, к этому? В головах все в порядке, дамы. А хотите похихикать? Ну правда. Дорогие друзья, всем привет. В нашу дружную команду ресторана Бархат требуются сотрудники. Если вы желаете работать в позитивной и дружной команде, где всегда весело, задорно, стресс устойчиво, тогда же тебя поздно. Ай, милые мои, я просто скроллил в своем инстаграме, и тетка, значит, сняла веселую рекламку. У нас нужны сотрудники в наш ресторан, она стоит в футболке Dior, то есть, ну, такая вязаная, знаете, кофточка, если это вязаная, то это knitwear, а knitwear у нас, ну, может быть, косаря 3, наверное, да, если это Dior у нас, да. И вот она стоит, вы обратили внимание, если вы не обратили, перемотайте, посмотрите еще раз. Это называется, наверное, углы Джоли, да, когда у тетки лицо бесформенное, там, знаете, как хомяк, белка, блин, этих орехов, она сует себе за щеки, да. Вот так выглядит у нас вот эта вот тетка, которая сняла смешное, ха-ха-ха, видеорекламу своего ресторана. Тетя, ну, слушай, у меня нет никакой претензии к тебе, да, ты очевидный бизнесмен, у тебя очевидно есть деньги, ты очевидно стараешься выглядеть красиво, если ты ходишь к классическим хирургам, ты очевидно есть бабки на Dior, на майку, да. Может, конечно, шпальную, не суть дела. Вы посмотрите просто на то, как деформируют свои лица женщины. Это вот как нужно наделать вот такую вот квазимоду, да, ну, по факту, ну, не получилась процедура, ну, пошло все через одно место. И вот она стоит, чуть ворочая безумно тяжелыми челюстями, ну, ей же нужно было вот это вот острые углы Джоли, серьезно, Анжелина Джоли, она орет чайкой. Весь голливуд содрогается, когда она видит ваши постсоветские углы Джоли, в честь нее названы. Ребят, да вы остановитесь. А еще хочу сказать, доктора, остановитесь, но увидите, приходит человек с проблемой восприятия. Девчонки приходят, они не знают, то есть здесь нельзя на самом деле гнобить этих девчонок, этих пациенток, они приходят с деформированной головой. Я имею в виду с мозгами деформированными, они себя не воспринимают в собственную натуральную красоту. Им нужно сделать из себя монстра, и вот когда она официально монстра, вот фрик она стала, да? Помните, как-то украинка у нее вот здесь надута, вот здесь надута. Это из этой истории. Но если она осознанно пошла на риск стать публичным фриком, это ее заработок денег. Здесь же вы искренне ищите красоту. Остановитесь, вы ради бога. Ну вы посмотрите на ваши, блин, и самосвалы. Вот эти вот, как вы, не самосвалы, а экскаваторы. Ну девки, ну что ж вы творите с собой? А вот такие монстры, как Хайдаров, делают на этом деньги. Интересно послушать ваше мнение. Ах, боль, настоящая боль. Вчера, милой моей, было 75 лет, Али Борисовне Пугачевая. По случаю дня рождения она выпустила две песни. «Жесть слишком хорошая, чтобы страдать», и «Я плачу». Музыку и слова последние написал Леонид Агутин. Во-первых, мои поздравления. Примадонни, величайшая женщина. Не величайший даже певец. Не величайшая актриса. Не величайший художник. А величайший человек, потому что в наше время, во времена безумной войны, диктатуры и хромешного безумия, человек остался человеком. Человек остался человеком. Хотя могла бы зарабатывать столько, наверное, сколько за свою жизнь не заработала, да? Вот подмахнув бы она кремлевской вот этой вот машине. Мой вселенский респект, мой низкий поклон и мои искренние поздравления, уважаемая Примадонна. Собщак не упустила очень сумбурное видео. Оно сумбурное в контексте сегодняшних дней. Значит, Татьяна Тарасова, во-первых, восхитительно сказала про призыв признать Борисовну иностранным агентом. Это вообще идиотство. Но что такое? Это стыдно. Это мелкие завистники, которые сидят во власти. Это большая настоящая звезда. И к ней надо так и относиться, как к настоящей звезде, которая украшает нашу страну. Мы ее обожали, обожаем и будем обожать. Мои редактора задались вопросом. Даже не столько задались вопросом, милая моя, а вот просто такой обзирвацией. Смотрим на ситуацию. Цитат из моего паблика. Кажели, что люди, решившиеся публично поздравить Аллу Борисовну Пугачеву, кажутся невероятными смельчаками. Особая благодарность Тарасовой. Пусть она меня простит, вот такими должны быть пожилые люди. Кто, если не она, может смело говорить правду о всей бредовости происходящего. Ну а что они могут сделать? Эта молодая власть может исковеркать всю судьбу, А ее авторитет непоколебимый и, как видно, совесть с возрастом никуда не делась. В отличие от сотен подпевал. Умница моя мадам, умница моя красавица. Моего редактора зовут ее имя мадам в моем паблике. Я пытался изо всех сил прочитать между строк видео Собчак. Я не верю, что Ксения Собчак изо всех сил старалась сделать оду признания любви Али Борисовны Пугачевой. Я во всех действиях Ксении Собчак, Ксюш, я во всех твоих действиях, я знаю, ты его точно иногда смотришь и даже иногда комментируешь. И вот я тебе говорю, что у меня настолько доверия к тебе нет, ты настолько сложно и в то же время на поверхность, подповерхностно играешь в свою игру. Я не могу понять, чего ради было сделано эта ода признания Пугачевой. Что следующее? Будет ли проклятие Собчак работать в случае с Аллой Борисовной Пугачевой? Какие последствия будут после этого признания любви Пугачевой? И очень эмоциональное видео, доброе видео. Видео, вы знаете, на фоне которого, наверное, особо остро воспринимается все безумие сегодня происходящего. Ужасное видео. Ужасное не видео, а ужасное, когда видео заставляет задуматься тебя, и ты начинаешь понимать, что все эти свободы, которые давала Пугачева, все эти, давала, давала, рушила стены, конечно. Всю ту стабильность, все то, к чему шла Россия, эта интеграция в мировое общество, как-то накрылась медным тазом. Мои поздравления, Великая Примадонна, мое почтение. Знаете, интересный момент сейчас начался после вот этого вот видео с, ну, видео признания. Значит, мы говорим, конечно, про Лерчик, и она уходит от своего мужика, Леры Чекалина. Она от Артема Чекалина. Они, значит, записали видео. Мы говорили вот в этом видео, мы сливали ее мужика, по этой ссылке можете пройти. И посмотрите, нашли, кто ее мужик, ради которого она бросила семью, ради которого она разрушила эту всю самую семью. Но не все так просто, милые мои. Муж Лерчик, Артем Чекалин, хочет взыскать с нее 1,2 миллиарда рублей при разводе. Иск уже сейчас, на данный момент, в суде. Кроме того, Чекалина требует взыскать с жены госпошлину в размере 60 тысяч рублей. Блогер претендует на автомобиль Bentley Continental, стоимость которого составляет более 29 миллионов рублей. То есть, вы знаете, интересный момент здесь у нас получается. То есть, если изначально я думал, что там просто возможно какой-то пиар-ход. Пиар-ход какого толка? Пиар-ход, когда ты, я не знаю, разводишься. Вот для чего? Может быть, у них действительно достаточно сложная ситуация, и они разводятся, чтобы, я не знаю, скрыть доходы. Потом появляется мужик Леры Чекальной, ради которого она уходит со слезами, с такими горючими и все такое, да? И вот у нас появляется информация другая. Значит, пишет один из пабликов. Девочки из комментов просили хоть какие-то пруфы, что у Артемчика уже есть девушка. Копия молодой Лерчик. Значит, как я поняла, она в его подписках, из ее стори сошли его записки ей, когда он присылал цветы друзьям. От него подписано там же почерковый плюс, тусит в тех же местах, где он и в то же время там еще какие-то были факты. Значит, вот эта самая девчонка, ну, молодая и красивая. Мне кто-то говорит, копию Леры Чекальной. Лера Чекальной, да, этой красотке далеко. Во-первых, Лера Чекальной в контексте этой девушки, видимо, для Артема Чекальной уже стара. Ну, как наваляло, сколько ему, троих, четверых там, да? Ну, самое время уйти к молодой. Вот, правда, да, мне с тобой хорошо, пишет Артем. А в то же время, вот еще одна. Поздравляю с помолвкой. Тоже от Артема. Значит, Артем Чекалин поздравляет ее с помолвкой. И это вроде как бы, по идее, да, могло бы отмести все вопросики к тому, что, ну, она же выходит замуж, да, то есть не может ничего быть с Артемом. Ну, вы знаете, на самом деле для меня лично и сам Артем и Лерчик Развод их случился как... Не то, что мне не плевать, мне реально искренне плевать на них, да, но просто в контексте скандалов, судебных разбирательств и миллиардных долгов, и на самом деле семейство-то влиятельное в мире домохозяек, которым они палят мозги. То здесь начинаешь думать, что, во-первых, не веришь уже ничему, а во-вторых, а все может быть. Но опять же, когда мужик подает на свою бывшую, на мать своих детей, на свою женушку, на яблочко своего КДК, на свет его мутных глазиков, да, вот когда он подает на свою женщину на 1,2 миллиарда. Не, ну, правильно, он хочет красиво разойтись. Я его понимаю, потому что в итоге, в сухом остатке, они очень много работали, чтобы наскрести все эти деньги. Они действительно зарабатывали миллионы миллиарда. И если она действительно имела мужика на стороне, ну, почему нет? Ну, почему не возникли бы вопросики у него? А почему я должен отдавать ей все, да? Здесь как бы то, что она мать его детей, это не значит, что она не девушка, которая не вызывает лично у него никакого уважения, да? Очень интересная тема. Мне это все интересно, девки. Я такое обожаю. Мне прямо от этого не отлепиться. От этой всей интересной информации. Хотите интересную еще информацию? Здесь нам оказывается, да, Кэрол и Майкл Миддлтон. Я так понимаю, что родителям Кейт Миддлтон, это Кэрин и Майкл, ее родители, им дали графские титулы. Это официальная у нас информация. Они у нас, графский титул, графья Бакклбери. И вот здесь целая статья на тему, почему они заслуживают королевский титул. Ну, это, ну, граф, это прямо серьезная, я не знаю, иерархия, герцоги, графы, да, я не знаю, кто там выше стоит, но это серьезная тема. И так давно принца Уильяма видели в пабе за обедом с Кэрол Миддлтон, а на Пасху она забирала детей к себе, пока Уильям был с Кейт Миддлтоном. Якобы такая вот официальная информация, да? Я не могу понять. Сейчас же только что мы вот в этом видео, по этой ссылочке можете пройти посмотреть, мы рассуждали на тему, что она опять со своим мужем высказала свое официальное королевское мнение по поводу страшного инцидента в Австралии, в Сидне. Опять же, никто ее не видел, это была просто писанина, скорее всего, ну, не скорее всего, а точно от копирайтера. Я не думаю, что граф, я и короли лично пишут в инстаграмчике. Но официальное заявление было сделано. Никто ничего не знает. За что родители Кейт Миддлтон получили графский титул? Это что? Это откуп? Это спасибо за молчание? Что за тема происходит с этим семейством? Серьезно, когда сейчас ваша дочь тяжело болеет, онкологическое заболевание, никто не знает, где находится Кейт Миддлтон. И в этот самый момент вы получаете графские титулы? Ребята, у меня складывается впечатление. Знаете, вот когда вот наблюдаешь за вот этой вот теорией заговоров, что произошло с Кейт Миддлтон, причина ее исчезновения, то есть мы видим и фотошоп, и искусственно сгенерированные видео искусственным интеллектом, то есть слишком много вопросов. И тут же в свете этого графские титулы. Я так понимаю, что они не могут выстроить официальную позицию королевской семьи по отношению исчезновения Кэтрин. И они сейчас, видео, потому что, я не знаю, Уильяму, ну Уильяму ты не прикажешь, если он, наверное, решил, ножку топнул. Но это как принц Эндрю. Когда он дал свое интервью, этим он разрушил свою карьеру. Это было, ну не то, что карьеру, да, какая у него карьера. Сын Королева, да. Он дав интервью, самолично ему говорили, не давай то самое интервью. Конечно, мы говорим про ситуацию с Эпштейном. Он настоял. Ну кто, ему же не скажешь, нет. Ему может сказать, нет, мама. А мама, может, небось и не знала. Покойная Елизавета. Может быть, здесь Уильям что-то мутит. Ну правда, вопросов-то миллион, ребят. Ничего не понятно. Ну очень интересно. Сейчас вот дали семейству графские титулы, да. Ближе с отцом или с мамой? И ни с тем, и ни с тем. Не общаешься? Общаюсь, общаюсь и с мамой созваниваюсь. Просто мама живет на Украине. Это сейчас понятно. Но при этом мы с ней каждый день диалоги. Просто не видимся. У нее муж военный украинский. Ой, как у вас все сложно. Да. А это Никита Калагривый, значит, он рассказал Лауре Джигели, что его мать, которую он не видел много лет, много лет он не видел, потому что она находится в Украине, ребят. Он добавил, что ее муж служит в СУ. У нас как-то было не так давно тема для обсуждения в паблике, в моем телеграме. Мы очень часто общаемся, лично общаюсь, обожаю нашу паблику. Подписывайтесь, там тоже очень-очень интересно. И ситуация была очень интересна. Я говорил про... Не так давно был день братьев и сестер. То есть, у кого есть брат-сестра, вот в этот день, это вот ваш официальный праздник, вот этого вот сестринско-братского юнити, да, и вот можно было поздравить брата или сестру родного с праздником. Это наш праздник, брат. Или это наш праздник, сестра. И у меня очень сложно, например, в отношениях с моими ближайшими родственниками, с братьями, сестрами, да, с двоюродными, с родными, ну, не знаю. Мы неплохие отношения, мы просто не общаемся. Ну, не интересно, как-то вот живем каждую свою жизнь. Многие написали тогда, я не общаюсь с сестрой, или вот у нее запомнилось тогда вот этот вот комментарий одной нашей сплетницы. Она пишет, мне 60 лет, моей сестре тоже где-то, ну, в таком возрасте. И она была всегда моей хорошей подругой до войны. И вот в этот момент, когда началась война, очень многие семьи оказались по две стороны барька. Но, наверное, легче порвать отношения с сестрой или с братом, который один очевидный путинист, а второй, например, 100% за свободу Украины. Здесь, наверное, легче послать брата такого куда подальше. Но когда мать у тебя живет в Украине, ее муж, я так понимаю, твой отче, воюет в ВСУ против русских, против русских российских захватчиков, которые сейчас просто уничтожают Украину. А ты в день выборов, помните, он же говорил, да, в день выборов президента, вот за это, я буду голосовать за нашего великого президента, я буду голосовать, у меня выбор сделан, идите голосовать, вот это электронное голосование. Это было его официальные кружочки, да, это он лично записывал. У тебя мать в свободной Украине. У тебя твой отчим борется за независимость Украины, а ты в это время в России поддерживаешь диктаторы. Я понимаю карьера, я все понимаю, это карьера, я понимаю, это на кону твои большие деньги, я понимаю, это прорыв, слово пацана, я понимаю, это такой шанс, который выдается один раз в жизни, и по очень большому блату. Но ты сейчас говоришь спокойно, я с мамой, ну, там, пишем, созваниваемся, да, не вижу, потому что она в Украине, а я не в Украину, наверное, он не может приехать, да, потому что он слишком много за диктатора. Няшку рвал. Сколько продажные люди, насколько люди, даже не столько продажные, не, ну, он поддержал Путина, значит, скорее всего, продажные, да, мерзкие, без принципов, без всякой гражданской позиции. Твоя мать в Украине, твой отчим воюет против российских захватчиков, а ты говоришь, я пойду голосовать за нашего великого президента, потому что, ну, а как, что там, а что там эту бабку-то лохматить, да, давайте. Здесь вопрос на разных сторонах баррикад, а здесь вопрос просто к коллагривому, вернее, вопросов больше к коллагривому нет. Это продажный перевертыш, эскорт от светской жизни, эскорт от шоу-бизнеса, да, который готов на все предать родную мать и своего отчима и сказать, я за Путина, за Путина, который 30 лет сидит, почти как Екатерина II, за него он голосовал, да, 89 набрали голосов, ребят, читаешь такое, смотришь это интервью, у Джигеля вышло, такой, знаете, геггинг рефлекс, хочется тебе просто пойти в туалет, наклониться и просто вот это все выплеснуть из себя, настолько все это отвратительно. Давайте пообщаемся в комментариях, очень-очень интересно послушать ваше мнение, не забывайте про мой влоговый канал, если вы хотите поучаствовать в розыгрыше, шикарнейший, ребят, это прям, ну, по факту, это прям-таки оригинальная Биолетти, все настолько шикарно, подпись Дольче Габбана, все настолько венецианский, венецианский принт, это просто роскошь, ребят, шикарные кофейники, повторюсь, это не только для кофе, а в моем случае, это прям вот, ну, как интерьерная вещь, ах, роскошь украсит любую кухню, а можно использовать как, например, для бычков, я бы для бычков использовал, или делать шикарный эспрессо, или просто интерьерная вещь, которая украсит вашу кухню, где бы вы ни находились, лимитка Биолетти для Дольче Габбана, поэтому переходите ко мне на мой влоговый канал, влог вышел в прошлую пятницу, по этой ссылочке можете противиться, в этой пятницу будет тоже шикарный влог, обязательно подписывайтесь на мои два канала, все, что нужно, клик, даже если вам не интересны мои влоги, я очень хочу просто поднять свой влоговый канал, а все, что нужно, это подписаться на два канала, на этот и на влоговый, оставить комментарий под любым видео, и обязательно 26 числа будем разыграть шикарные, шикарные кофейники, о Виолетте Дольче Габбана, ну роскошь, от души, бросать сердце отрываю, но с любовью, с чистой любовью, никакой зайцы, надо еще себе куплю, но роскошь, я считаю, для нас, кофейбандов, сплетников, шикарнейший подарок, и, конечно, посмотрите мой основной канал, видео там выходит каждую субботу, в прошлую субботу было гадание, на Крокус Сити Холл, по этой ссылочке можете посмотреть, а в эту пятницу, ух, будет очень интересно, спасибо также сплетнике, что шлете донаты, если не хочется кидать донат, но если вы живете в свободной Украине, Европе или Америке, то если когда Ютуб проигрывает рекламной ролик, пожалуйста, не пропустите, это вообще вам ничего, минута вашего времени, а может какую-то интересную рекламу увидите, а может потом купите какие-нибудь, я не знаю, макароны хорошие, благодаря рекламе Ютуба, но помните, что не пропуская рекламу, вы очень помогаете папочке сплетник, во-первых, радовать вас крутыми подарками, а вот их радовать вас ежедневными сплетними новостями, также огромное благодарное всем, всем, кто помогает приютам для мездомных животных, нас святая обязанность, помогать братьям нашим меньшим, спасибо, милые мои, что доказываете всему миру каждый божий день, что мы сплетники умеем, не только сплетничать, но и любить. Вот и все сплетни, вот и все новости на сегодня, спасибо всем за подписки, за пальцы, за комментарии, личное благодарность всем спонсорам канала, подписывайтесь, шикарный розыгрыш с 26 числа, ссылка на мой влоговый канал, будет в закрепленных комментариях, в описании к этому ролику, всем хорошего настроения, увидимся обязательно завтра, всем пока!